МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Синоптики называют снегопадом века. Однако сегодня утром столицу Чувашии ждал транспортный коллапс. Многие не смогли вовремя добраться на работу и учебу. Уверена, руководители коммунальных служб тоже смотрели сводки, погоды и наши новости. У того, что метель застала, Чебоксары врасплох есть свои причины. Особенности в том, что подряды на зимнюю эксплуатацию дорог уже закончены. Они до 1 апреля действовали. Сейчас большинство техники переведено на весенне-летний период эксплуатации. Поэтому есть определенные трудности. Тем не менее, на улицах работает и будет работать всю ночь около 150 единиц техники. Столичная администрация сообщила, что ее количество будут наращивать. И полторы тысячи рабочих. Усложняют уборку и дорожную ситуацию в целом автолюбители, которые выехали в город на личном транспорте. Только к обеду сообщалось уже о 100 авариях. Так что 20 апреля войдет в историю и как день жестянщика. Сложности были не только на городских дорогах. Вот что передавал наш корреспондент с трассы М-7. Вот он, снегопад века, делает свое дело. Пробки трассы М-7. Сегодня 20 апреля 2017 года. Легковушки еще более-менее как-то поднимаются. А вот грузовики совершенно уже не пытаются подниматься. Они как встали, так и встают. Все события сегодняшнего дня нашли отражение в лендах соцсетей горожан. Люди выкладывали заснеженные апрельские улицы. Свои утренние приключения по пути на работу и шутили. Ничего не знаю, пора сажать картоху. Ощущение зимы создавал не только снегопад. Дедушка Мороз, какое число сегодня, а, негодник? Ох, наверное, забавит я, 20 декабря, наверное. Так нет, апрель. Ох, апрель, да, говорите. Дедушку видели в разных частях города. Подарки он не раздавал, но водители явно были ему рады. Кстати, судя по прогнозу, дедушка может гостить дальше. Снегопад будет до ночи, а слабый снег продолжится и завтра. Не слыхали? Весна меньше будет, нет? Не будет. Никогда не будет. Впрочем, если верить тому же гесметио, весна все-таки будет. Так в следующую среду, 26 апреля, по прогнозам плюс 14. А в пятницу, 28 апреля, вообще все плюс 19 градусов. Ольга Пырышкина, Александр Петров, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Как сообщила пресс-служба ГИБДД Почувашии, в течение дня произошли 88 серьезных ДТП с материальным ущербом. Мелким авариям просто нет счета. К счастью, отмечают в ГИБДД все ДТП без пострадавших. Отменены многие автобусные междугородние рейсы. Аэропорт Чебоксар сегодня весь день был закрыт в связи с погодными условиями. Аэрогава не в состоянии принимать воздушные суда, сильный боковой ветер, низкая облачность и видимость до 90 метров. Утренний рейс «ЮТЕЙР» улетел в штатном режиме. Дневной рейс из Шереметьево перенесен. Возможно, будут перенесены и вечерние рейсы из столицы России. В уборке взлетно-посадочной полосы задействована вся уборочная техника. 117 автобусных междугородних рейсов и 52 по республике, которые отправляются с центрального автовокзала, также не состоялись. На федеральной трассе М-7 задействованы 68 единиц техники. Для подсыпки дорог заготовлено 900 тонн антигололедных материалов. Их используют в увеличенном объеме. К другим новостям. Михаил Игнатьев в Москве принял участие в заседании рабочей группы консультативной комиссии Государственного совета России. Говорили о факторах повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. В качестве основных задач названо формирование новых подходов в развитии промышленной политики регионов, повышение производительности труда в части технологического перевооружения, создание центров технологических компетенций и фабрик будущего. Установление межрегиональной кооперации в формировании межрегиональных инвестиционных ниш. В ходе обмена мнениями Михаил Игнатьев отметил, что ориентация предприятий на несырьевой экспорт приносит результаты. Так, по итогам 2016 года внешнеторговый оборот Чувашской республики по сравнению с 2015 годом увеличился на 3,6%. На 9 мая в республике намечены сотни мероприятий, но пока продолжается активная подготовка к празднику. Сегодня премьер-министр Чуваши провел очередное заседание организационного комитета. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Несмотря на капризы погоды, уже до конца апреля необходимо облагородить все обелиски и памятники. А их в республике насчитывается более тысячи. Причем накануне Дня Победы в Батыревском и Маргаушском районах планируют открыть новые мемориалы погибшим воинам. В озеленении и благоустройстве памятных мест будут задействованы более 30 тысяч человек, в том числе воспитанники патриотических клубов, детско-юношеские общественные организации и волонтерские группы. За большинством памятников и обелисков ухаживают кадеты, студенты и поисковые отряды. В этом году они вновь заступят на вахту памяти. Уже намечены выезды в Тверскую область, Севастополь и Крым. Лучших поисковиков поддержат. Были установлены 6 грантов. Это 3 гранта по 100 тысяч для поисковых отрядов при общественных организациях Чувашской республики. 3 гранта для младенов с общественных организаций в размере 75 тысяч рублей. 9 мая по улицам Чебоксар пройдет бессмертный полк. Горожане соберутся вместе, чтобы исполнить самую известную песню о Дне Победы. В администрации столицы говорят, что еще одной изюминкой праздника станет массовый кадетский бал. Ведется активная подготовка и к параду военной техники. Необходимо решить возникающие проблемы. Шумерлинский завод спецавтомобилей вместо планируемых 6 единиц техники выделяет 4. Автофургон Шумерлинский вместо 6 единиц выделяет 2. Я так понимаю, необходимо поработать с предприятием, вероятно? Да, Шумеры. Хотелось бы выставить, конечно, посолить на колонну. Там есть что показать. Хорошо, я прошу тоже, что такое зафиксировать и отработать министерство. Парад Победы соберет не только военную технику. В одной колонне проследуют байкеры и ретро-машины. Первые репетиции назначены на следующую неделю. Председатель Кабмина отметил, что День Победы в Республике должен пройти на высоком уровне. В этом году праздник пройдет под девизом «Память народа». Уже в ближайшее время на улицах города появятся портреты ветеранов, которые сражались за мирное небо над головой. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Столицы Республики в пятый раз готовятся стать участником международной общественной акции «Бессмертный полк». В День Победы, 9 мая, родственники фронтовиков-победителей, погибших на полях сражений или ушедших из жизни в мирное время, выстроятся в специальную колонну «Бессмертный полк» и пронесут транспарант с фотографией своего солдата. В акции могут принять все желающие. Для этого необходимо изготовить штендер. Фотографию штендера можно заказать в чебоксарских типографиях. Листок либо гранит. Построение 9 мая в 12.00 на площади Республики. Колонна торжественным маршем начнет движение в 13.00. Участники акции пройдут отдельной коробкой в Параде Победы. В этом году будут организованы дополнительные места сбора участников. По маршруту следования установлены точки озвучивания. В акции примут участие около 100 волонтеров. 50 из них являются студентами-медиками. Остальные будут помогать в построении колонны. Юным участникам проекта раздадут шары и флажки с символикой акции. Напомним, что в прошлом году почтить память героев фронтовиков в столице Чуваше собрались около 20 тысяч чебоксарцев. Кстати, и шествие Бессмертного полка, и весь Парад Победы на Красной площади в Чебоксарах национальное телевидение Чуваше по традиции покажет в прямом эфире. Следите за программой. Какими были первые дни войны в Чуваше, и как жители глубокого тыла помогали фронту? В Государственном архиве современной истории Чуваше открылась виртуальная выставка «Трудные дороги Победы». О событиях и бодвигах тех лет в нашем материале. Уже на следующий день после начала войны, 23 июня 1941 года, началась всеобщая мобилизация. Телеграмма маршала Советского Союза Тимошенко хранится в стенах Госархива современной истории. Постановление о строительстве четырех военных аэродромов, документы об эвакуации заводов и людей, поставках провизии на фронт. Все эти бумаги по крупицам создают картину военных лет. Война у нас многоликая, и здесь есть такие наиболее яркие свидетельства. Вот самопожертвования, например, понравились нам такие моменты, где свидетельствуют о том, что несмотря на то, что население самой Чувашии тоже у нас жило в этот период довольно так сложно, но приходило на помощь. Размещало в своих семьях детей-сирот, с эвакуированных районов. Школьники устраивали шефство в госпиталях, приходили специальные, устраивали концертные программы, соответственно. Вот это тоже является таким ярким примером того, как население Чувашии относилось к своим защитникам. Выставка готовилась почти год. Сотрудники Госархива тщательно отбирали материал, часть которого уже в плохом состоянии. Отсканировано более 200 документов и фотографий. Среди зрителей виртуальной выставки и ветераны Великой Отечественной войны. Петр Николаевич Теплов ушел на фронт в июле 42-го года связистом. На тот момент ему было 18 лет. Исправлял линию, кабель, телефонная кабельная линия, она все время рвется. Мина взорвалась, бомба взорвалась, снаряд взорвался, и линии связи нет. Давай, надо выбегать и исправлять линию быстрее, быстрее, быстрее. Страшно было, страшно. Но думали, быстрее восстановить, живо бы остаться. Новость о победе застала Петра Николаевича в Латвии. Солдаты 1-го и 2-го Прибалтийского фронтов тогда громили Курлянскую армию. Последнюю группировку немцев на территории СССР. Ветеран Великой Отечественной уверен, говорить о событиях войны, о подвиге народа нужно всегда. Выставки, встречи со школьниками. Все для того, чтобы знали, какой ценой досталась победа. Родину очень любить надо, Родину любить. Мы любили Родину, крепко любили Родину, и за Родину боролись и победили. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Задолженность по заработной плате в Республике пока не удается сократить. Такие данные сегодня озвучили на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Она собирается несколько раз в год. Очередное заседание стало поводом для подписания соглашения. Подробности в следующем материале. На протяжении 20 лет правительство Республики, торгово-промышленная палата и региональное объединение работодателей реализуют совместную программу социального партнерства. Очередное соглашение подписывается на три года вперед. В этом документе оптимальные пути развития отношений между руководителями предприятия и подчиненными. Работодатели, их интерес прежде всего направлен в том, чтобы создавались благоприятные условия для развития всех видов предпринимательской деятельности. Крупный, малый, средний бизнес и так дальше. И в сфере, например, социального развития, в сфере трудовых отношений, защиты прав трудящихся, в сфере реализации различных социальных программ развития Чувашской Республики. Поэтому вот в двух словах вот такая вот процедура. И еще раз повторяю, это очень формализованное соглашение. Члены трехсторонней комиссии решают и проблемы с задолженностью перед работниками. В региональном министерстве труда отмечают, что в черный список попадают не только коммерческие, но и государственные структуры. В республике более полутора тысяч человек так и не получили заработную плату в срок. Задолженность превысила 69 миллионов рублей. В список должников попала чебоксарская компания «Информстандарт». Сейчас предприниматели обязаны заплатить своим сотрудникам более 10 миллионов рублей. Главный бухгалтер уверяет, что план выхода из сложной ситуации уже есть. Данное денежное средство поступит на наши счета после того, как в частное образовательное учреждение «Информстандарт» получит денежное средство, которое взыскивает по суду СОО «Курганмашзавод». Шансов в ближайшее время мало получить, да, в зарплату, в работе? Нет, почему у нас идет суд, большая сбитерская задолженность, она не отказывается платить. Вот как мы суд выиграем, мы сразу же все погасим до копейки. Работодатели, которые задерживают заработную плату, намерены карать крупными штрафами. Такие меры должны повлиять на платежную дисциплину. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. Правила торговли спиртными напитками с каждым годом ужесточаются, но тем не менее предприниматели находят лазейки в законодательстве. Многие разливайки сегодня искусственно маскируются под кафе. Можно ли как-то изменить ситуацию? Об этом в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. Сегодня в Чебоксарах 140 кафе и баров, и почти в половине из них алкоголь предлагают круглосуточно. С начала года в этих разливайках было совершено около 180 самых разных правонарушений. Выявлены факты продажи алкогольной продукции без соответствующих документов, в том числе продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, а также реализация алкогольной продукции на вынос. Шаговая доступность заведений, где можно купить алкоголь – одна из причин преступлений на почве пьянства. Однако в нарушении закона бывают виноваты и сами сотрудники баров. Стараясь сохранить клиентов, обслуживающий персонал не торопится вызывать полицию. Участковый Андрей Тимофеев во время каждого дежурства обходит закрепленные разливайки и проводит с персоналом необходимый инструктаж. Когда видите конфликтную ситуацию в заведении, или лица перебираются алкоголем и не имеют возможности самостоятельно передвигаться, им необходима медицинская помощь, вызывайте, пожалуйста, скорую помощь, полицию. Безразличность сотрудников разливайок порой приводит к печальным инцидентам. Ссоры в барах переходят в драки, где принимает участие десятки человек. А в Новочебоксарске выяснение отношений между выпивающими закончилось поножовщиной. Это круглосуточное питейное заведение на улице Кривого в Чебоксарах. Обстановка говорит сама за себя. На столах нехитрая закуска, тары со спиртным стоят в ряд, дожидаясь страждущих. Ассортимент винной карты небольшой, но посетители не слишком притязательны. 40-градусное есть и хорошо. А у жителей соседних домов растет градус раздражения. Ваши отношения разливаются? Очень отрицательно. Мы здесь ходим в школу гимнастики с детьми. И когда перед входом или выходом из гимнастики тут протолкнуться невозможно. Женщины, которые пьяные, курят. Это же невозможно. Для детей какой пример вообще? Продавать алкоголь в жилых домах нельзя. Исключение законодатели сделали только для кафе и баров. Этим и воспользовались бизнесмены. На месте рюмочной они открывают такую же рюмочную. Только в документах указывают ее как точку общественного питания. Некоторые владельцы даже не удосуживаются сделать вывеску. В рекламе разливайки не нуждаются. Малова сама приведет сюда жаждущих выпить. А вместе с ним приходят и старые проблемы. В будущем ситуация с подобными питейными заведениями может измениться. МВД Почувашии собирается выйти с инициативой в кабинет министров и запретить реализацию спиртных напитков в кафе, оставив продажу только в ресторанах. После утверждения данного постановления кабинета министров реализация алкогольной продукции в период с 10 вечера до 10 утра может быть разрешена в питейных заведениях, отнесенных только к типам ресторан и находящихся отдельно от жилых зданий. В Чувашии подвели итоги тотального диктанта. Накануне отличникам вручили дипломы. Сертификат отличников диктанта вручали в Чувашском госуниверситете. В этом году в Чувашии их 44, сообщает портал на связи. Больше всего ошибок сделали в словосочетании «богатыря из Полина». Сегодня в России отмечают Национальный день донора. Дата не случайная. 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы с кровотечением. Ее жизнь удалось спасти благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа-пациентки. Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Завтра в России объявлена «Библионочь». Национальная библиотека Чувашии предлагает любителям чтения поучаствовать в турнире ГТО. «Библионочь ГТО» – это симбиоз интеллектуального отдыха и спортивного азарта, творческой активности и соревновательного духа. В программе командная игра по спортивному «Что, где, когда», увлекательные квесты, разнообразные мастер-классы, поэтические декламации, умные настольные игры, посиделки в детской комнате «Интеллектуариум», кинопросмотры, эксклюзивные экскурсии в самый таинственный отдел библиотеки – книгохранение. Победители получат абонементы в фитнес-клуб на один месяц, сертификаты на обучение в школе скорочтения и в батутный парк – памятные медали от Национальной библиотеки. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости и программы можно смотреть на сайте ntrk21.ru, а также в соцсетях. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Увидимся в эфире «Национального» Василий Винничев, ваша уже завтра, а впереди вас еще ждет полезная информация. Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом «Юрат». Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами, что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить четвертый корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры, что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде, обои и оригинальные плитки. Предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию «Юрат» как электротехническую. Что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания «Юрат» – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды, всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом «Юрат».